В последнее время кругом все только о нём и говорят. И тренирует он лучше всех, и в судействе всё понимает. И Бикиницкий вокруг него всё порхают и порхают. Ну, прямо супермен какой-то. Если мы говорим про уровень тренерства, то это, скажем так, вот тот уровень, которому мне бы очень хотелось бы когда-нибудь достичь. Тренер, которому я хотел довериться в подготовке, Александр Вишневский, живёт в Петербурге. Именно поэтому я жил в Петербурге. Но вот у железного рейтинга, например, к Александру, как к тренеру, есть пару вопросов. Да и не только у нас. Это можно в камеру говорить, да? Не, ну, Александра, я считаю, что Александр суперпрофессионал. Но есть, скажем так, нюансы. Не все рады видеть Вишневского и в числе судейской бригады. Надеюсь, судейство будет честным и правильным. Надеюсь, что Сашу Вишневского не посадят за столик жюри. Мы готовы согласиться с Михаилом. Может быть, и вправду Александр стал тренером чемпионов, потому что сам этих чемпионов и судит. Да еще, наверное, зарабатывает неплохо на подготовке спортсменов. Давно пора поговорить с вами, Александр, по душам. И понять, что вы за человек такой подозрительный. Сказано, сделано. И съемочная бригада железного рейтинга отправилась в гости к Александру. Чтобы узнать, чем сейчас живет и дышит легендарный робот-культурист. И все ли то правда, что о нем говорят в кулуарах российского бодибилдинга. Но оказалось, что задача эта не из самых простых. Выехали из одной пробки и попали в другую пробку. Вот в таких вот жестких условиях приходится железному рейтингу работать. Но пока стоим в пробке, выбираем лучший комментарий для нашего конкурса. В итоге, преодолев все препятствия и трудности, мы все-таки оказались в гостях у нашего героя. Я сейчас сломаю дверь. Не ту скорую нажал. Ты меня пугаешь. Враг пройдет. Тебе не пробрать. Приветик. Здравствуйте. Заходите. Защелку закрывайте. Сашли. Первым делом мы решили проверить, а насколько сам Александр следует здоровому образу жизни. И начали эту проверку, естественно, с холодильника. Это салат. Овощи там все какого-то. Рис. Салат. Мясо съел. Сейчас только. Квасникова. Иногда бывает окрошка. Там кололайт еще есть. А, кололайт за ней. Ну, тут. Это ты гостей. А ты кому подумаешь? Потом нам захотелось понять, откуда Александр черпает свои знания и информацию о происходящем в мире. Угарная качалка. Веселая группа, конечно. Ну, вот попросил Валеру Живукина выложить информацию, что Денис Вульф открыл свой паблик. Вот он, наконец-то, только что перед вашим приходом выложил. Так что, добро пожаловать всем к Денису и Вульфу. Приятно, что призеры Олимпии делают контакты паблики. Вот, что я еще смотрю? Тут я смотрел веселые ролики с Ютуба. Про Миранова посмотрел? Про Миранова, да. Вдохновился и пошел спать. Не, ну, Неронов, конечно, молодец. Постепенно наш разговор перешел на главное занятие Александра – его тренерскую деятельность. История каждого ученика, что я с ним, сколько, что он делал, что делает. Где здесь листочек с Ерегиной? А Ерегина у меня без листочка. Это секретная информация, да? Она профессионал? Да, да, да. Раз уж мы заговорили о тренировках, то давайте с этой темы и начнем наш сегодняшний рейтинг. Но сначала вручим приз за лучший комментарий от наших партнеров – бренда спортивного питания «Сан» и генерального спонсора сети магазинов «Фитнесбар.ру» – крупнейшего ритейлера спортивного питания и товаров для бодибилдинга и фитнеса. А сегодня креатиновый продукт «СМ-2 Альфа» от бренда спортивного питания «Сан» отправляется боевым ботаникам за их комментарии к нашему 64-му выпуску железного рейтинга. Парни, тренируйся. В зале Александр уже практически не тренирует. Всю свою энергию он отдает онлайн-консультациям. Прежде чем начать человеку что-то расписывать, я узнаю все, что он делал до меня. И с фармакологией, как он, если готовился, то как, что, чтобы понимать, от чего мне отталкиваться, да, чтобы человек хорошо отреагировал на мои советы. Поэтому я должен знать все о нем, что было до меня. Ну, конечно, такая работа непростая, потому что отнимает много времени, и зачастую в скайпе приходится просиживать много часов. Вот и сейчас нашу съемку прервал звонок из Праги, с любительской Олимпии, где выступали его протеже. И тут сразу возникает вопрос, а насколько это дорого тренироваться у Вишневского? Как бы цены я не скрываю, у меня же есть сайт, и там все расписано. В зависимости от срока сотрудничества, если человек сразу за год покупает сотрудничество, то там 3600 долларов в год, это 300 долларов в месяц. Александр, тогда сразу второй вопрос. А есть ли шанс стать вашим учеником совершенно бесплатно? Как правило, такое бывает у них сейчас. В том плане, что уже спортсмен, в принципе, состоявшийся, например, сейчас Шабуник, да, я его уважаю как спортсмена, у меня даже как-то, ну, язык не повернется, взять с него деньги, да. Спортсмен реально высокого уровня, но вот если у меня есть знания, которыми я могу ему помочь, то я это сделаю с радостью. И вот мы сейчас с ним вместе опять сотрудничаем на, по-моему, 1 октября у него будет про-турнир в Дубае, по-моему, потом опять Нордик Про будет. После рассказа о таком звездном ученике можно вспомнить, что многие называют Вишневского не иначе, как тренером чемпионов. Кто-то может с этим поспорить, но факт остается фактом. Александр и вправду готовил многих известных билдеров к престижным стартам. Например, ныне американского про-атлета Евгения Мишина к Нью-Йорк Про, или российского профи Сергея Шелестова к американскому Арнольд Классик. Сергей мне звонит, Сань, что делать? Мне позвонил Дубинин и говорит, что Сантоха спрашивает, почему Шелестов не заявляется на Арнольд Классик. Сань, как ты думаешь, успеем или нет? Я такой, блин, ну вроде как турнир ответственный. Действительно, ну, почетно выступать на нем, что говорите? Второй турнир после Олимпии. Здесь можно вспомнить и наш проект «Русский десант», в котором мы рассказали, как Александр готовил к европейскому Арнольду Андрея Леонова, Пату, Петриашвили и тогда еще совсем стройного Игоря Гостюнина. Даже знаменитый своими скандальными высказываниями в адрес бодибилдинга в целом 10 по 15, 3 по 20, это все для лошков. И пляжников в частности. Нет, честно, можно говорить, все. Это пипец, в общем. Чемпион России Виталий Рудаковский свой главный титул завоевал именно под его руководством. Да, 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 был бы вот как раз, когда я стал чемпионом России, вот тогда мы более-менее там, скажем так. Он помогал мне, в принципе, эти годы, какие-то советы давал, но плотно, конкретно так ни к чему не вел, как вот к 2011. Но здесь кто-то не без основания может заметить, что многие из названных атлетов пришли к Вишневскому уже подготовленными спортсменами. И он лишь довел их до титула. А это, мол, гораздо проще. Но с другой стороны, порой именно работа с Александром сделала из просто хороших атлетов настоящих чемпионов. Последний яркий пример – Мария Цкирия Докучаева, которая уже не раз штурмовала чемпионат Питера, но победить смогла, лишь начав работать с Вишневским. Подверждает в этой категории Мария Цкирия Докучаева, но и 107 с Вишневского. Кстати, Александр утверждает, что с бикини он изначально работать не планировал. Никогда не думал, что буду тренировать бикини, потому что, ну, как-то, это же, ну, вроде как, размытые критерии, непонятно, да? Здесь мы с Александром поспорим. Во-первых, с девушками он работает очень давно. Давайте вспомним хотя бы Элю Евгеньеву. А с критериями судейства в бодибюдинге всегда было все непросто. Но раз мы заговорили о критериях, то давайте перейдем к следующей, очень важной и сложной теме рейтинга – судейству. Как раз в вопросах судейства к Александру претензий больше всего. Поговаривают, что когда ты сам сидишь в составе жюри, делать из своих учеников-чемпионов гораздо проще. Определенные люди у нас на Санкт-Петербурге, в первую очередь, они думали не о Кубке России, как мы там девочек предоставим, они думали лично о своих собственных интересах. Их собственные интересы привели к тому, что мы на России ничего хорошего не показали. Вот что на эти обвинения сможет ответить наш герой. Лично ко мне никто не подходил, но, возможно, там слухи такие про меня тоже ходят, что я тяну своих. Я надеюсь, что все-таки я стараюсь быть объективным, стараюсь. Если я сам сижу-сужу, хотя в последнее время я даже не очень люблю это делать, как-то это меня сильно утомляет. Ну, если там вдруг мой ученик будет, то, конечно, при прочих равных, вот я буду сомневаться, то я, конечно, своего поставлю. Но если я буду видеть, что мой спортсмен, ну, действительно проигрывает, я никогда не буду это делать. Ну, смысл? Ну, опять же, это не всегда логично. Ну, что толку? Я своему поставлю там на три места выше, чем он заслуживает, и моя оценка просто отбросится. То есть из девяти оценок зачет идет так, как пять средних, да? Две максимальные, две минимальные, и откидываются. Поэтому явно прислуживать своим нет смысла. Это возможно только, когда будет сговор судей. То есть нужно подойти к каждому судье и сказать, поставь, пожалуйста, вот этого туда, поставь каждому. Ну, это почти исключено. Это возможно, конечно, но очень сложно. Тогда возникает вопрос. Почему? Если все так прозрачно, и все такие честные, почти каждый турнир сопровождается судейским скандалом? Что же значит судейские скандалы? Вот какие, как часто? Самые опытные институты, которые жили. Это было, согласен. Ну, вот это, наверное, один такой. А что еще? Правда, когда речь заходит о судействе, у наших героев всегда есть стопроцентный способ отвести от себя любые подозрения. Я думаю, этих интриг вот на Европе еще больше. Однажды на соревнованиях, на чемпионате Европы я внес предложение сделать судейство открытым. Мне сказали, фамилия твоя как? Я говорю, Назаренко. Все, я попал в черный список. Я сейчас судил чемпионат Европы. Сидит рядом со мной судья, не знает какой страны. И первый вызов мы должны каждый судья написать свой. Первая пятерка лидеров. И послать в центр. Они уже анализируют и делают первый вызов. Этот Филипп Борн сидит, и помощнику своему спроси у него, как вот этот человек может быть в первом вызове. Ну, никакой. Кто-то такой, к нему подходит, как этот человек может быть? I'm sorry. Этот подходит к Филипп Борну, он извиняется. Здесь мы готовы согласиться с Александром. Конечно же, у нас все гораздо лучше и веселее. Да и тема судейства в бодибилдинге, она и вправду не самая простая. Поэтому оставим ее до лучших времен. А пока вновь вернемся домой к нашему герою и спросим его очаровательную половинку, Дашу, каково это жить с бодибилдером? Тяжело жить с культуристом? Да нет уже. Нормально? А уже нет, да? Уже прижилась, уже нет. Первый год тяжело было. А что удивляло больше всего в его быту холостяцком? Что он за 20 лет за своих спортивных привык есть курицу и рис. А мне-то охота была борщами его кормить. Я поначалу, да. Кошеварила, кошеварила. Но потом в итоге меня переманило. Так что мы сейчас питаемся только правильно. Опасно с ней лежит, да? Ну что, Александр, поехали в клуб? Поехали. Покажешь? Поехали. Как там, что? Чтобы не терять времени даром и постараться узнать лучше нашего героя, мы вспомнили рекомендацию от Вани Фрейдуна, которую он дал в одном из недавних выпусков Железного рейтинга. И Женя все время говорит, придет к этим культуристам. Они все время, блядь, как будто как зомбированные. Они все время про питание, спортивное, про химию там новую. Да, да, да. Я уже за них поняли. Как Брониколеман выступал. Я Рымбаш говорит, типа, 2005 год. Ну хоть раз включите какую-то порнуху, про телок посмотрите. Когда в последний раз порнуху смотрел? Ну не считая с Мироновым. Вчера смотрел. С другим нашим спортсменом. Ну ты его тоже знаешь. Ну понятно. Ну там смешной ролик выложили, ладно, не буду говорить. Но мы поржали. Я понял. Про машины. Вот Джека нам рассказывал, что он любит тюнинговать. Ну, Рымбаш. У него 99-ый. Любит что? Тюнинговать. Тюнинговать? Когда от старого двигателя остался только один поддон. Вот ты как к машину относишься? Нет, вот когда вот только поменяешь машину, только вот новую купил, то, конечно, там месяца три просто обалдеешь. Ой, е-мая. Ждешь, когда снова в нее сядешь и поедешь. Потом привыкаешь уже как средство передвижения. Для меня важно, чтобы мне внешне машина нравилась обязательно. Вот как-то. И чтобы было, в принципе, комфортно рулить. И все как-то. Александр, а кем вам девушки нравится? Серьезно? Ты серьезно, что ли? Люблю ставить Александра в неудобное положение. За этой душевной беседой мы и не заметили, как добрались до одного из фитнес-клубов, носящих гордое имя фитнес-клуб Александра Вишневского. Интересно, а фамилия в названии дает преимущество в конкурентной борьбе? Думаю, наверное, в какой-то степени сейчас, да. Сейчас все-таки интернет, много людей смотрят и знают меня благодаря интернету. Но пока этого не было, наверное, все-таки не так много людей знало, да. И действительно, интернет – это большая сила. И, наверное, благодаря ему меня стали знать больше. Наверное, сейчас помогает. Да. Я пришел в зал с такими словами. Здравствуйте, меня зовут Виталий Рудаковский. Это правда зал Александра Вишневского? Это так круто. На самом деле, иметь свой клуб мечтают многие из атлетов. И поэтому железный рейтинг поинтересовался, а с чего сам Александр рекомендует начать этот непростой бизнес. Изначально я стал искать дешевый вариант аренд. В любом случае, даже если ты найдешь льготный коэффициент аренды, ведение бизнеса, оно непростое. Если какой-то там спортсмен может думать, что это так легко совмещать свой зал и продолжать соревноваться, это непросто. Наш разговор становится все серьезнее и серьезнее. Тем более, мы знаем, что фитнес-клубы это не единственный крупный проект в карьере Александра. И поэтому сейчас переходим к следующему пункту рейтинга. Турниру по бодибилдингу на кубок Вишневского, уже не первый год проходящему в городе Киров. Чемпионами Россия славилась всегда, но успешными турнирами своего имени пока может похвастаться лишь спортивная семья Ишанкиных да Александр Вишневский. При этом наш герой уверяет, что перед ним и его партнером Игорем Доронином стоит задача максимально уберечь турнир от финансовых неурядиц. И мне, наверное, позиция Сергея Доронина нравится в том плане, что он сам был выходец из бизнеса. Он может взять, допустим, найти какого-то одного спонсора, к примеру, или где-то там найти деньги, профинансировать один раз турнир, а завтра он скажет, а что-то мне надоело. Он именно хочет сделать, чтобы турнир был рентабельный. Если там в том году турнир еще был такой минус приличный, то в этом практически вышли в ноль. И то он говорит, Александр, «За ланшлаг», вышли в ноль, но я хочу еще все равно потратить там, ну, грубо говоря, энную сумму на рекламу этого турнира после турнира, чтобы о нем еще везде говорили в СМИ и в газетах. Это надо делать, чтобы нам развиваться. То есть я говорю, Сергей, я только «За». Если у Александра так ловко получается справляться и с учениками, и с клубами, и даже со спонсорами, то почему бы ему не замахнуться на пост главы всего российского бодибилдинга? Ведь Владимир Иванович Дубинин уже давно ищет себя достойного преемника. Ну, подходит много, много людей, но надо выбрать такого человека, чтобы он, чтобы он как бы, ну, могут быть такие люди, которые просто похоронят этот вид спорта. Надо, чтобы передать это людям, которые энтузиасты. Из ранних интервью с Александром мы знаем, что он уже давно решает многие вопросы. Не, ну такое бывает, да. Из регионов звонят, бывает. Даже поговаривают, что может ногой открывать двери в нужные кабинеты. А где эта дверь-то? Офис Владимир Ивановича Дубинина. Зачем ногой? Я просто захожу. Здравствуйте, Владимир Иванович. Но Александр поначалу стал уклоняться от прямого ответа на этот простой вопрос. Знаешь, вопрос такой непростой, он большая ответственность. И должна быть какая-то, наверное, и подушка безопасности финансовая, да, все-таки всякое бывает. Потом Александр вдруг стал предлагать другие кандидатуры на президентский пост. Говорили же тоже люди и про Бориса Васильева, да. Ну, я не знаю, насколько Борису это надо, он все-таки бизнесмен. Так мне, в принципе, нравится как человек, адекватности, все такое. Это Антон Геренко-Косуба. Но железный рейтинг был очень настойчив. Александр, вы готовы или нет к этой должности? Соглашусь я или нет, тут... А я понимаю, что вроде это, да, это мне вообще, этот образ жизни, это мое, да, мне это интересно, я этим живу. И как бы... Если будет, наверное, вот доверие людей, это все равно же общественная организация, да, и если там они вот скажут, да, вот мы думаем, что ты справишься, возможно, я попробовать смогу. Но, наверное, сейчас еще, может, языки они сожрят. В том, что Вишневскому по плечу самые смелые задачи, мы не сомневаемся. Другой вопрос. Так ли все безоблачно будет в Качковском королевстве под руководством робота-бодибилдера? Волнуюсь, все-таки посадили меня судить, как того не хотелось и наручить, но я не скажу, как я его поставил. Здесь самое время вернуться в начало нашего рейтинга и вспомнить одну из главных претензий к нашему герою. Есть, есть, скажем так, нюансы. Хотя мы уверены, что он найдет, чем парировать и ее. Вот я лично не побыстрее так сказать в камеру, он как бы судит по своей подготовке, по себе очень сильно. Ну что значит, я требую этого же самого, да? Саша, дело в том, что, извини меня, у тебя гибкость другая. Если бы я такую же гибкость требовал, я бы другие элементы ему показывал. Вот таким увидел Александр железный рейтинг. Кому-то может показаться, что Александру просто повезло, но нам кажется, что за его сегодняшними успехами стоит огромная работа, которую он не боялся тогда, когда был действующим спортсменом, и которой он не боится сегодня, когда является бизнесменом. Но это наше мнение, а свое мнение вы можете поделиться в комментариях к этому видео. А мы напоминаем, что за лучшие комментарии вас ждут призы от бренда спортивного питания Санн и нашего генерального спонсора в сети магазинов фитнесбар.ру. В заключение этого выпуска мы хотим сообщить, что один из ближайших железных рейтингов будет посвящен легендарному российскому атлету Михаилу Кокляеву. Наш канал будет пристально следить за его визитом в Санкт-Петербург, где 29 июня он проведет свой семинар. Кстати, вы тоже можете стать героем этого рейтинга, если посетите это мероприятие. Город над рекою невой Славою окутан боевой Слушай, Венград, Я тебе пою Семинарскую песню свою Кто на семинар 29-го придет, тот присядет, потянет, прожмет. Информацию о семинаре вы сможете найти в описании к нашей программе.